Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья. Мы говорим об улучшении качества жизни, и сегодня видео о том, как влиять сознанием на вашу жизнь. Многие наверняка слышали, смотрели фильм «Секрет», знают о позитивном постулировании, то есть создании тех вещей, которые хотелось бы получить в жизни. Но зачастую человек это создает с помощью, скажем так, своего сознания. Но он говорит, я, например, что-то хочу, и всеми силами старается получить это. А Вселенная, она не всегда дает ему это. Или даже если и дает, то бывает необходимо, чтобы прошло какое-то время. И тут складывается такая вещь, что человек думает, ну раз я захотел, это должно произойти прямо здесь и сейчас. А оно, конечно же, оттягивается во времени, потому что необходимо, чтобы появилось принятие и пройти через те вещи, которые отделяют во временном отрезке от получения, да, от того, что человек создал, до момента получения. Тут всегда есть такая задержка в физической Вселенной. И люди эту задержку не учитывают, то есть они хотят получить прямо здесь и сейчас. Я сам замечал по себе, что когда я что-то запостулировал, то есть создал какое-то суждение, оно, конечно же, исполняется, если не было отменено. Но оно исполняется через какое-то время. И это время, оно зависит от того, насколько, скажем, быстро я смогу принять то, что я запостулировал, то, что я создал. Вот. И вот это время принятия, оно у каждого свое. Это может быть и несколько минут, а может быть несколько дней, лет, и может быть несколько жизней. То есть все возможно на самом деле. Самое важное понять, что наши суждения, они сбываются. Вот так же, как стало такой расхожей истинной, что мысли материальны. На самом деле, конечно же, мысли, они мысленные, они нематериальны. А то, что что-то избывается, это как раз результат нашего творения, нашего намерения. Вот. И когда мы говорим, что Вселенная дает нам самое лучшее, то, что необходимо, это называют уроками. То есть уроки – это то, что, ну, скажем так, хотелось бы пройти индивидуальному осознанию вот в этом большом общем осознании. И когда индивидуальное осознание, вот такой урок приходит, проходит, оно больше, ну, скажем так, к целому, да, то есть оно больше приближается к целому, к состоянию единства. Вот. И поэтому, опять же, все состоит из принятия. То есть принятие ведет к целостности. Также, если говорить о каких-то там заболеваниях, то, что мы называем заболевания, это тоже все ведет нас к целостности. То есть если, например, что-то там болит, недомогание какое-то, это важно исследовать это и понять, как это отделяет наш от целостности. И тогда, конечно же, это уйдет. То есть важно исследовать этот момент. и убрать оттуда весь негативный заряд, который там накопился. Потому что что такое непринятие? Это как раз есть вот эти негативные заряды. Произошло с человеком какое-то, ну скажем так, физическая травма или эмоциональное насилие. Это все у человека откладывается в его уме, который действует на основе стимулы реакции. И это и все есть как раз негативный заряд, который влияет на человека, давит, мешает, создает энергетические помехи в его ауре, в его поле энергетическом. И когда человек, например, хочет почистить свое энергополе, почистить чакры, расширить ауру, это все об этом. То есть мы, когда удаляем негативные заряды, у человека очищается карма, очищается аура, пространство. И, конечно же, у него появляется возможность достичь желаемого. То есть его желаемое, оно становится таким более чистым, более ясным. То есть у него нет такого уже усилия, вот я там получу это любой ценой, во что бы мне это ни стало, даже если я там, не знаю, погибну или умру. Нет, все легко. То есть человек создал что-то и просто дальше двигается по пути, по времени, да, и получает это в то время, когда это будет он готов принять. Вот, то есть у него уже нет такой избыточной мотивации, чтобы получить это любой ценой. Вот таким образом, получается, мы убираем негативный заряд. Я это делаю с помощью процессинга, то есть с помощью рассмотрения и воспроизведения того, что произошло. И путем вот такого воспроизведения, понятия и принятия наступает исчезновение этого. То есть больше у человека нет негативного заряда, а есть понимание, что с ним было это. Это как опыт. И он не убеждает себя, что это все для опыта, да, что это так нужно. Нет. Он, когда прошел это, убрал оттуда негатив, у него это естественным образом вписывается в его жизнь как опыт. То есть страдания уходят, и жизнь наполняется любовью, гармонией и счастьем. Поэтому мы можем, то есть я в частности и каждый из нас, создавать вот это пространство гармонии, любви и счастья. И таким образом наполнять свою жизнь и принимать то желаемое, что нам необходимо в жизни. То есть те вещи, которые действительно нам нужны для становления, для увеличения сознанности. Если каждый будет это делать, то есть убирать негативные заряды, будет наступать принятие желаемого. То есть будут наступать те изменения, необходимые для человека, для совершенствования, для улучшения себя. Вот поэтому я этим занимаюсь тоже на ежедневной основе, как соло самостоятельно, так и помогаю другим в улучшении себя, в увеличении осознанности. Поэтому, друзья, кому эта тема интересна, пишите в комментариях, пишите мне в личные сообщения. Контакты я указываю под моими видео. Конечно же подписывайтесь на канал, делитесь видео с другими, ставьте нравится. Вот колокольчик для напоминаний, чтобы знать о новых видео. А в среду в 19.00 я провожу прямые эфиры, где можно задать вопросы прямо в прямом эфире. Ну и, конечно, более подробно рассказываю об улучшении качества жизни и о процессинге счастья. То есть цель Академии Счастья – это увеличение осознанности, улучшение качества жизни, и удаление всего негативного заряда, создание пространства любви и счастья на нашей игровой площадке. Поэтому, кому эта тема интересна, буду рад видеть в друзьях. И, конечно же, я открыт к общению, поэтому пишите, читайте мою книгу, которую я тоже дам в описании «Мир и вечного познания». И будем на связи. Всего доброго. На этом на сегодня все. До скорой встречи.